Радуйтесь. Радуйтесь, праведное в Господе. Праведное радуется в Господе, а Господь оценил Слово Своё выше имени Своего. То есть имя Господне, Спаситель Иисус Христос, это Спаситель, Мессия. Это имя Божье. Понимаете, что значит имя Божье спасает Бог? Я здесь учу на моем канале, что Бог Творец и нету другого Бога. Я запрещаю говорить Троицу, потому что это гнева и Творца. У нас раздвоение личности считается шизофренией, правильно? Зачем Бога уделить на три части? Бог един, Бог великий, Бог Всевышний. И у Бога жёсткая информация. Почему? Потому что есть законы бытия, которые Бог не может изменить. Потому что определенное количество душ спасается и в конце времен рождаемость заканчивается. Сегодня у меня Бог показывает последний аргумент. Больше у меня не остается аргументов. Девять месяцев я говорила. Возможно, я опаздываю. Возможно, Бог хотел быстрее, чтобы я говорила. Может, и не было бы войны. Ну, я человек. Что-то мне мешало, обстоятельства. Но то, что я не вижу просто, где я могла подняться, где я могла ускориться. Если и так говорила иногда с ошибками. Не досыпая. И не всегда понимаю, что я буду говорить, когда Бог меня садил. Прямую трансляцию включаю. Господь великий и чудесный. Вас предлит Господи. Я вижу, как Бог плачет. Он мне говорит, что Он плачет. И Он понимает, что люди будут огорчены. Информация. Многие отписываются от меня, когда я об этом говорю. Но если меня убрать с этой жизни, то реально что-то изменится. А если я враг Божий, то у нас война. Я не всегда сажусь в бомбоубежище. Так что, если Бог захочет закрыть меня уста, то Он закроет уста. Будьте в этом уверены, что если Бог хочет убрать лжепророка, то Он уберет лжепророка. Сегодня я открыла мировой такой сайт Word проект на разных языках. И сегодняшний стиль дня. Я сначала не обратила внимание на него. Как-то не подумала. Хотя думала, вот сейчас сяду, почитаю Откровение. Что нужно читать? Откровение. Почему? Потому что... Блажен, кто читает слова пророчества всего. Исполняет слова. Исполняет. Самое главное. Исполняет. Но блажен это не сумасшедшие. Блажен это счастливый. Тот, кто угоден Богу. Так что, ну, так как человеческий ум умеет всё перестраивать, да, сопротивляется дух, ум, любит перекрутить, переиначить, то блажены уже стали сумасшедшими, да. Я просто хочу сказать, что блажен кто упывает на Бога, а не на человека. То есть то, что я здесь говорю, оно не может подвернуться просто перечеркнуть. Потому что всё, что я говорю, я цитирую Писание. И если вы не верите, то вы можете не верить, но не говорите, что вы правы, если вы не аргументируете мне Писание. Писание. Многие священники живут в заблуждении. Когда началась война, мне Бог повёл молиться за страну. Я поехала за город. Поехала в Глубочицу. За Житомиром на трассе, первое село к Киеву. Когда ехать на Киев, да. И молилась там, как к Моисею. Простёрла руки, молилась. Слава Богу, 7 дней прошло. Господь удержал Киев. Украина не сдалась под Россию. Потом я ехала обратно. Бог мне поехал на клад. И я попала в какой-то такой тупик, там, болото. Маленький ручеёк бежит, река, ручеёк. Я поняла, что грязная вода, понимаете. Вот в церкви сейчас грязная вода. Правильно здесь сказано в этом проекте. Вот. Что не в рукотворных храмах живёт Бог, понимаете. Можно создать картинку, я уже говорю, это уже православие, это же культура, но какая-то жёсткая культура стала. Христа там нет. Православный мир воюет сейчас. Не. Заметьте. Обратите внимание, не те, кто читает Коран, воюют, а пророславный мир восстал против Украины. Что это? Религия, которая не спасает. Очень Путин сильно давит. Там я вижу сайт, который я слушала. Он уже не аудиосайт. Заметьте. Кто-то же его запретил делать аудиосайт. Ну, то есть везде вот эта ФСБшная структура расставила свои лапы и закрывает уста божьим людям истине, даже науке. Вот смешно. Уже мир говорит, что за границей уже наблюдали, как возле чёрной дыры обращаются звёзды. Я уже давно говорю, что чёрная дыра – это не дыра вовсе, а центр любой галактики. И идёт обращение. Россия закрывает уста. Первые видео – чёрные дыры. Они у меня забирали просмотры. Ипатия тоже о чёрной дыре. Учёные, которые христиане почему-то убили, как моя сестра говорит, религиозные христиане. Это был четвёртый век, когда Бог хотел дать науку людям. Хотя люди не могли бы научиться читать все, читать Его Слово. Так они убивают учёных, которые имели учеников, которые могли бы научить всех читать. У Бога был план – убили эту женщину. Безумие творит беззаконно. Безумие, понимаете? Потому что надо сесть и познать Бога. А чтобы познать Бога, надо читать, понимаете? Не домышлять, не фантазировать, не вырвать одно слово, не рисовать святых, а просто читать. И молитва просто своими словами – это уже не молитва. Это идол поклонства. Потому что тоже нужно делать это по слову, чтобы молиться. Только так. Другого не дано. Аргументы должны звучать только словом. Последний аргумент. Рождаемость заканчивается. Образом Бог сказал в Откровении. 14 глава. 7 стих. И говорил он громким голосом – убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды. Поклонившись. Поклонитесь. Может человек сотворить землю? Зачем разрушать землю? Если ты не умеешь творить, чего ты разрушаешь? Вчера у нас в Житомире был поврежден роддом. Все в Божьих руках. Я говорю, что рождаемость заканчивается. Это знак свыше. Почему уже такими способами Бог наводит истину? Я не понимаю. Дожились до этого уже. Кто виноват? Что Библия не изучает. Кто в этом виноват? Почему не слушает пророков? Кто в этом виноват? Начинаем сначала. Читать. Четырнадцатую главу. Бог плачет. Все очень страшно. Где эти сто сорок четыре тысячи, которые описаны здесь? Я говорила сто сорок четыре. Это все странные. Мои видео распространялись на все языки мира. Там было сто сорок четыре. Там, когда я начала говорить об этом, то куда-то десять языков исчезло. Уже началось сто тридцать четыре. Я говорю, у меня постоянно какое-то противление. Кто-то со мной воюет. Что-то убирается. Что-то затыкается. Я не знаю, какой-то сайт. Был мои видео там были. Сейчас уже их нет. Я не знаю, что с этим сайтом, конечно. Вот уже там ошибку выбивают. Я не знаю. Сайт для меня был непонятен. Там миллионы просмотров. И я думала, что это какой-то хакерский сайт, который забирает мне просмотры. Не знаю. Но мои видео размножаются. И слава Богу. Так вот. Истина. В слове. И Бог об этом говорит постоянно. О том, что будут войны, будут глады, землетрясения по местам взрыва. Да. Но люди думают. Но нас же Бог спасет. Мы же не можем этого переживать. Мы же не имеем права этого переносить. Но мы же такие святые. Мы же молимся Богу. Мы же попознали. Мы же спасены. Нас Бог должен забрать на небо. Должен. Должен. Ну где же ты, Боже? Ну почему ты нас не забираешь? Мы умрём, а там встретимся. Вот это вот. Павел сказал. Смерть для меня приобретение. Ну, для Павла это было приобретение. А мы уже говорим о последней. Жизнь. Бог дал и Коран, и там тоже последняя жесть. Последний день, последняя жесть. Это надо об этом говорить. Это очень серьёзно там сказано. Там сказано, что нужно верить в день последний. Не верить в день последний – это очень страшно. Но день последний и реинкарнации. То есть, когда мы знаем, что мы жили до этого ещё несколько жизней, было то, о чём это говорит. Что рождаемость когда-то закончится. Закрывается у Бога. Понимаете? Не хлепает он души, знаете, тела, а потом где-то души, да? Хлепает. Нет, они уже давно были. Написано, что до сотворения мира были души наперёд. Было перевоплощение, перевоплощение, перевоплощение. И перевоплотились, родились. Теперь умираем, чтобы снова рождаться? Нет. Тупик. Дальше… Тупик, понимаете? Тупик. Я боюсь, что поэтому война. Попробуем. Что священники не слушают Бога. В Библии всё сказано. Они себе нарисовали картинку. Вознесение! Вот сейчас нас заберут. Отсюда, с этого ада, с этой земли страшной. Заберут! И где война началась? Спорили скорбь, потом нас заберут. Или сначала заберут, а потом скорбь. самые такие злые так рассуждали. Нас заберут, а тут пусть сдохнут. Так рассуждали. Нет. Горе беременный и кормящий сосами. Кто об этом не читал? И священники. Если не читали, то вы не священники. Отрекайтесь или уходите в церковь. Вон. Если вы не знаете, что горе беременны и кормящий сосами, уходите вон. Вы не священники. Мы сейчас страдаем из-за неверия. Весь мир должен знать, что мы страдаем, потому что священники не слушают Бога. Я об этом говорила уже. 270 проповедей. Я об этом говорила. Что священникам Бог говорит, а не отрекается. Я вижу это, как Бог им показывает. По словам. Не знаю, дети. 144 тысячи. Во всех странах есть те, кто знает Бог. Приближайтесь к ним. Не отрекайтесь от того, что я говорю. Не надо. Нет. Что за ересь рождаемость заканчивается. Да никогда такого может быть, потому что я такого не хочу. Не выключайте меня на этих словах. Не выключайте. Дослушайте до конца. И в устах их нет лукавства. И себе я говорила, что такого не будет. Я бы лукавила. Они непорочны перед Богом, престолом Божиим. Увидела другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, языку и народу. Вот 144. Это тот символ всякого племени, всякого народа и колена. Бог любит всех. Он избрал всех. И везде есть покаяние. Святые его священники. И говорил он громким голосом. Убойтесь Бога. Ибо сдайте Ему славу. Ибо наступил час суда Ему. И поклонитесь сотворившему небо и землю. И море источник Ему. Поклонитесь. Бог хотел войны. Никогда не хотел бы Бог войны. Он видит неверие, гнусность, мерзость в церквях и ложь. Не надо говорить. Такого не будет, потому что я этого не хочу. А вы хотите, чтобы все погибли, а вы вознеслись. А этого вы хотите. Для вас нормально. Чтобы много было жертв, чтобы все здесь поздыхали, а вы там частично спаслись. Вас это устраивает. И другой ангел следовал за Ним, говоря. Пал. Пал Вавилон. Город великий. Потому что он яростный вино блуда своего напоил все народы. Вот. Вот эта церковь безбожника, которые не верят в Бога и не читают Писание. Которым Бог говорит, а они отрекаются. Вот этот яростный вино блуда своего. Разврат в церквях. Все сели, отреклись от истины. Им Бог говорил и кинул Бог их в разврат. Вот такой суд сейчас происходит. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне серий пред святыми ангелами и перед акцией. Так вот я говорю, кто такие. Кто наложил на себя число зверя? Вот те, которые... Звери. Это звери. Это люди злые. Вот это звери. Вчера мне сестра говорит, послушай там одного, я не буду слушать злых. Он проклинал достойных людей в стране, я не буду слушать злых. Ну я не хочу продолжать дальше. Не буду я слушать злых священников. Те, кто не любит людей, понимаете? Те, кто думает, вот, пусть погибает, а мы спасемся. Ну и что, что мы соблазнили о Боге людей? Ну мы же призвали имя Господне, мы спасаемся. Они пусть погибают. Вот это звери. Это у них, у тех людей, которые ждут, что их отсюда уберут, а все пусть погибают. Вот это вот люди наложили на себя священники, так называемые. Наложили на себя число зверя, потому что у них в сердце нет любви. Вот и всё. Разве нельзя понять, кто не любит, кто не любит ближнего своего? И да и мучение будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днём, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образы его и принимающие зачертания имени. Много таких, да. Многие ходят в церковь, ищут Бога, да. Но им будет стыдно за то, что они так не любили людей. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Спасителя, который сказал, что веру ты и спасёшься ты и весь дом твой. Как спасётся весь дом? Они же ходят ещё и не призывают, как ты. Но они думают, ну, это их дело, это их выбор. Нет, никто не призывает имя Господне, как Духом Святым. Понимает? Кто угошает Духа Святого? Надо ещё подумать. Ты слышала голос неба, говорящий мне, напиши отныне блаженный мёртвый, умирающий в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и делах, идут след за ними. Но вот я в последней проповеди об этом говорил. Что, наверное, некоторые поумирают, у меня знакомая мамочка, моя тётя. Потому что вот этот ад, в который мы сейчас попали, да, на войне, то как с ними бедными носиться, на руках их выносить, лежачих, в бомбоубежище носить. Некоторые живут так, как моя тётя с дядей. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. Вот, дальше. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом сидящего на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И что за жатва идёт речь? О чём идёт речь дальше? И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. А другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнём, вышел из житомника, и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды». А о чём здесь зашифровано? Как вы думаете? Что напоминает гроздья винограда? Что вырезается сейчас у женщин, у многих? Операцию мои тёти недавно сделали, мои мамы, тёти одной-второй давно сделали операцию. Поудаляли всё. Что это обрезается такое на земле? Почему? О чём говорится, что гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды? Потому что душа у Бога подсчитана уже, рождается, заканчивается. Вот о чём идёт речь. Вот этот символ гроздья винограда, серп, который обрезает. Иногда на грех идут люди, чтобы заработать деньги. И такое, у меня такое впечатление. Кто вырезает всё, лишь бы сделать операцию. Может, я не права, конечно, вас предполагаю. Я, может, не права, не хочу гневать Бога. Я такое мнение выражала уже. Слух. Благословляю всех женщин, благословляю всех молодёжь на принятие информации, которую я сегодня говорил, как последний аргумент. Уже ничего больше нету, как откровений. Может, ещё найду это в Коране. Коран не дочитывал у меня. И иной ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком, понимаете, воскликнул к имеющему острый серпу, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды». Созрели ягоды. Люди живут, готовы к воскрешению. Не надо им больше рождаться. «И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия». Извините, гнева Божия. Гнев Божий – это не отсутствие любви. Это присутствие истины. Иисус Спаситель. Бог – это его имя. Он спасся. И гнев Божий. Потому что народ гибнет от недостатка. «Ведение». Написано. «Гибнет народ мой от недостатка ведения». Кому было ведение? Священникам. Кому было слово? Священникам. Они гневают Бога. Вот так знайте. То, что сейчас происходит на земле, и это всё неожиданно, это страшно, потому что священники гневают Бога своим неверим, своей ненавистью к людям, своим эгоизмом. Я спасусь, а как все остальные, им по барабану. Истоптанные ягоды вточили за городом. И потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. Я очень сожалею, что сейчас продолжаются войны. Я очень сожалею. Я почему-то верю. Если бы священники доверяли Богу, то не было бы войны. Если бы они выполняли слово Божье, освящались, и грешников выгоняли из церкви. Если бы знали, как Бога достали эти грешники, которые говорят Слова Божьи. Покайтесь. Будьте благословенны. Слова Божьи. Спасибо. Спасибо. Слова Божьи. Слова Божьи.